В этой программе мы будем проверять сенсационные предположения, что российские адмиралы вошли в сговор с целью скрыть истинный ход событий, касающихся гибели атомохода «Курск» ради защиты военных секретов, и тем самым обрекли 23 подчиненных на смертельную агонию. 10 августа 2000 года подводная лодка «Курск» под командованием капитана Геннадия Лячина отправилась на ежегодные летние учения флота, проводившиеся в мелких водах Баренцева моря. «Курск» был крупнейший из существующих подводных лодок. Он был с четырехэтажный дом в высоту и длиннее, чем два стоящих друг за другом «Боинга-747». Имея на борту весь набор самых современных секретных вооружений и боеголовок российского флота, он предназначался для охоты за авианосцами и их уничтожения. В 11.15 в воскресенье 12 августа капитан Лячин приказал «Курску» опуститься на перископную глубину и приготовиться к запуску испытательной торпеды. В 11.25 норвежские сейсмологи зафиксировали взрыв силой полтора балла по шкале Рихтера, как раз в районе проведения учений российского флота. В 11.28 был зафиксирован второй взрыв, в 250 раз мощнее первого, составивший 3,5 балла по шкале Рихтера, что сравнимо с мощностью взрыва атомной бомбы. Связь с «Курском» была полностью потеряна. Ужас за целый экипаж, оказавшийся на дне океана, охватил людей по всему миру. Авария «Курска» стала глобальным медиафеноменом. Российские адмиралы, чиновники и политики представили мировой прессе официальную версию событий. Они утверждали, что «Курск» с чем-то столкнулся, экипаж цел и с ним установлена связь. Но когда 8 дней спустя после катастрофы водолазы открыли спасательный люк, оказалось, что все эти заявления были ложью. Все 118 моряков были мертвы. Возможно, российские адмиралы делали это заявление, неуклюже пытаясь дать надежду и поддержать родных членов экипажа и населения России. Однако вскоре возникли теории заговора, утверждавшие, что российские адмиралы лгали о причине катастрофы с целью сохранения военных секретов. Многие начали верить в это. В этой программе мы впервые тщательно исследуем основные положения этой теории заговора. Имеется 4 ключевых положения. Катастрофа стала результатом мощного внутреннего взрыва. Спасательные люки Курска сконструированы так, чтобы не допустить эвакуацию без помощи снаружи. Экипаж мог выживать лишь ограниченное время, до 7 дней, а не 15, как утверждали представители флота. И самое сенсационное, ради сохранения своих военных секретов адмиралы допустили гибель 23 подводников. С помощью скрупулезных научных экспериментов, задействовав сейсмологию, гиперборическую медицину, технологии подводных погружений и в сотрудничестве с британским и норвежским флотами, наша программа подвергнет эти утверждения тщательной проверке. Первое утверждение сторонников теории заговора. Заявление адмиралов, что Курск затонул в результате столкновения, это ложь. По их мнению, лодка погибла от двух мощных внутренних взрывов. Официально Россия утверждала, что Курск затонул в результате столкновения с иностранной субмариной. Авторы версии заговора говорят, что согласно научным данным, официально описываемые события невозможны. Кто же прав? Чтобы узнать это, мы отправляемся в Блэкнест, британский сейсмологический научный центр. Тогда, в августе 2000 года, русские утверждали, что с одной из их лодок произошла авария, а ее причина – столкновение с британской, и, по-моему, там еще фигурировала американская подлодка в этом же районе, и что это привело к гибели российской субмарины. Поэтому было особенно интересно изучить эти данные более подробно. Можем ли мы сказать, что случилось с Курском? Можем ли сказать, был ли на нем взрыв? Доктор Боуэрс представит вам очень глубокий анализ, который покажет, как мы использовали эти данные и к каким заключениям мы пришли, основываясь исключительно на научных данных. Мы знаем, что Курск затонул здесь, на юге Баренцева моря, где вы видите желтую звезду. А здесь, примерно в 480 километрах отсюда, на сейсмической станции Варсесе, вблизи Осло, работает группа сейсмологов под названием Норсар. Они зафиксировали сейсмические сигналы, вызванные источником в этом районе. Они наблюдали вот этот сигнал, это примерно 3,5 балла по шкале Рихтера. Кроме того, примерно за 2 минуты 15 секунд до того, они также наблюдали значительно более слабый сигнал. Первый источник дал где-то 1,5 балла по шкале Рихтера. Сравнив два сигнала от первого и второго источников, мы видим, что они заметно совпадают по форме. Это говорит нам не только о том, что оба события произошли в том же районе Баренцева моря, но и, что вероятно, они имели сходное происхождение. Мы можем рассмотреть результаты сейсмической активности под другим углом. И первое, что обнаружим, это колебание постоянной частоты, что является признаком того, что мы называем пузырчатый пульс. То есть это был подводный взрыв. Наука доказывает, что сторонники теории заговора правы. Тесты однозначно показывают, что было два внутренних взрыва с интервалом в 2 минуты. При этом второй и наиболее мощный произошел, когда Курск опустился на дно Баренцева моря. Более того, если Курск с кем-то столкнулся бы, это бы не зафиксировали сейсмологи. Их приборы зафиксировали взрывы по шкале Рихтера, а не столкновения. Эти данные были полностью доступны российским военным. Но, стремясь снять с себя вину, они продолжали настаивать, что причиной аварии было столкновение с подлодкой НАТО. Когда Курск, наконец, подняли в 2001 году, размеры, пробоенные в корпусе, сделали ложь относительно столкновения очевидной. Всем стало ясно, что Курск пострадал от мощного внутреннего взрыва. Оба взрыва произошли в торпедном отсеке. Первый взрыв привел к проникновению внутрь массы воды, в результате чего нос лодки сильно утяжелился. После второго взрыва по всей передней части лодки пронесся огненный смерч, убивший всех, оказавшихся на его пути. Второе утверждение сторонников теории заговора, что выжившие на столь современной субмарине должны были быть в состоянии выбраться. Почему они не выбрались? Утверждение адмиралов, что все 118 моряков уцелели при взрыве, как теперь ясно, было неправдой. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, самый старший из уцелевших офицеров Курска, принял командование на себя. В час пятнадцать, спустя два часа после первого взрыва, он провел перекличку. В девятом отсеке собрались 23 уцелевших подводника, имена и звания которых были аккуратно записаны на клочке бумаги. Никто не может понять, почему выжившие моряки не спасались сами. Все современные субмарины оборудованы спасательными люками, и все подводники обучены аварийной эвакуации. Это настолько естественное стремление, когда лодка опустилась на дно, а ты находишься в тонущей лодке в темноте. Но я допускаю, что они пытались начать процесс эвакуации, но, возможно, затопление было слишком быстрым, и их залило до того, как они успели его осуществить. Из письма Колесникова мы знаем, что были минимум два часа, когда отсек был сухим. Сторонники теории заговора считают, что 23 прекрасно обученных моряка должны были быть в состоянии спастись через спасательный люк за два часа. Правда ли это? Мы попросили норвежских моряков проверить это утверждение на практике. Капитан Берделл разработал тест, показывающий, как быстро обучаемые им подводники могут надеть спасательное снаряжение, войти в спасательную камеру, заполнить ее водой и осуществить свободное всплытие. Готовы, господа? Раз, два, три. Каждому подводнику на Курске был выдан спасательный костюм. Они знали, что благодаря устройству костюма они быстро всплывут на поверхность, где, как они тоже знали, поблизости находились корабли российского флота. 30 секунд. Наполнить отсек. Каждому матросу требуется 2 минуты 20 секунд, чтобы надеть спасательный костюм. И еще 2 минуты, чтобы войти в спасательную камеру, наполнить ее водой и всплыть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нам известно, что у выживших было на спасение минимум 120 минут. Сторонники теории заговора правы. 23 выживших моряка Курска могли всплыть на поверхность за 93 минуты. Так почему же они не сделали этого? Профессиональные спасатели были поражены, что никто из экипажа не воспользовался спасательным люком. Причину необходимо искать в конструкции Курска. Российские власти ревностно охраняли все чертежи. Наша программа впервые обнародует план 9-го отсека. Этих кадров еще никто не видел, вне России. В 9-м отсеке мы видим спасательную башню. И, как видите, она около 2 метров в высоту, чуть выше человеческого роста. Это примерно 2 метра от уровня палубы. То есть любому, кто хочет забраться туда, нужно вскарабкаться на 2 метра. Потом нужно опустить нижнюю крышку. При этом вы работаете на высоте 2 метров, в полной темноте, возможно, в затопленном отсеке. Это невероятно сложный и жуткий процесс. Эти планы открывают шокирующую правду. Этот люк был разработан с целью не позволить людям выбираться собственными силами. 23 выживших не имели других вариантов, кроме как сидеть в темноте промерзшего отсека, медленно, но неотступно заполняемого водой, и ожидать спасения. В первой части программы были проверены первые два утверждения сторонников теории заговора, оказавшиеся правдой. Катастрофа произошла в результате внутренних взрывов, а не от столкновения. А спастись люди не могли из-за конструкции спасательного люка, ставшей результатом того, что требования секретности ставились выше безопасности экипажа. Сама по себе это не доказывает, что российский флот оставил своих людей на произвол судьбы. Люк был сконструирован в иное время, а сокрытие истинных причин могло объясняться исключительно стремлением снять вину с себя. Во второй части мы проверим оставшиеся два утверждения сторонников заговора, что командование флота лгало относительно того, как долго мог выжить экипаж, и главное, что оно не допустило сколько бы то ни было серьезных усилий по спасению, жертвуя уцелевшими на Курске ради собственных военных интересов. Конец первой части Заговоры. Проверка фактами. Часть вторая В 11-28-12 августа 2000 года с атомоходом Курск случилась катастрофа. В первой части программы мы подтвердили версию сторонников теории заговора, что причиной катастрофы был взрыв внутри лодки, а конструкция спасательного люка делала спасение свободным всплытием невозможным. Теперь единственным шансом на спасение уцелевших были мини-подводные лодки. Как только разнеслась весть о катастрофе, спасательные команды со всего мира направились в Баренцево море. Время тут очень важно. Время это то, чем вы не можете управлять, и поэтому, чем быстрее вы можете мобилизоваться, доставить свое снаряжение на место, тем больше шансов на спасение у попавших в такую ситуацию. Российские адмиралы не согласились. Они отвергли предложение о помощи со стороны, заявив, что у них масса времени на спасение своих людей. Сторонники теории заговора считали, что немедленные действия – важнейшее условие при желании кого-то спасти. Адмиралы утверждали, что экипаж в нормальном состоянии и имеет достаточно кислорода на две недели. Сторонники теории заговора возражают, что условия на борту Курска быстро ухудшались, и кислорода могло хватить всего на неделю. Чтобы выяснить, кто же прав, мы отправились в Центр гиперборической медицины в Лондоне. Доктор Зингер, эксперт по подводной медицине, воссоздает атмосферу, создавшуюся на лодке внутри этой гиперборической камеры. Доктор Зингер попросил Дэнни Райта опытного водолаза-глубоководника провести простейший эксперимент для иллюстрации воздействия давления на человеческий организм. Он будет испытывать эффект киссонной болезни, то есть некоторую эйфорию, сходную с тем, когда переберешь с алкоголем, и это будет отражаться на его способности выполнять задания. Как самочувствие, Дэн? Нормально? Немного рассеянный? Нужно больше, чем обычно, сил, чтобы сосредоточиться. Пробыв некоторое время при таком давлении, а он провел там 9 минут, он тратит вдвое больше времени на то, чтобы собрать эту головоломку. Готово. Теперь ясно, что на Курске люди должны были быстро утомляться, чувствовать головокружение и дискомфорт, что делало аварию еще более вероятной. Они работали с легко воспламеняющимися химикатами, чтобы убедиться, что система жизнеобеспечения продолжает работать. Однако главная проблема, с которой они столкнулись, отравление углекислым газом. Каждый вдох – шаг навстречу смерти. Каждый выдох увеличивает содержание углекислоты в атмосфере. У выживших на Курске возникла масса проблем. В лучшие моменты темп их дыхания был около 12 вдохов в минуту. В результате этого за час все 23 человека выделяли 298 литров углекислоты. При самом благоприятном развитии они бы смогли выживать где-то от 10 до 15 дней. Но один фактор не мог быть учтен в таком сценарии. Когда лодку подняли, обнаружилось, что верхняя часть тел у находившихся в девятом отсеке изуродована огнем, но нижняя часть пламени коснулась, поскольку люди стояли по пояс в ледяной морской воде. Если вода в отсеке занимала половину его объема, то давление в остальной части отсека должно было увеличиться до 2 атмосфер. А это, в свою очередь, вдвое снижало время выживания где-то до 5-7,5 дней. Доктор Зингер показал, что сторонники теории заговора правы. У людей в девятом отсеке воздуха хватало лишь на 7 дней. Официальные заявления, что кислорода было достаточным на 13 дней, могли быть лишь предположениями. Командование флота не представляло себе условий на борту. Все его заявления были чистым вымыслом. Четвертое и самое громкое утверждение сторонников теории заговора, что российские адмиралы отказались разрешить провести эвакуацию силами британской лодки ЛР-5, потому что отчаянно стремились, чтобы их военные секреты никому не достались. Если был какой-то шанс на спасение людей из этого отсека, это могли бы сделать эти ребята. Но им так и не дали такого шанса. Русские высказывали множество сомнений о возможностях ЛР-5 и отказались дать ей разрешение на проведение эвакуации, заявив, что их системы спасения лучше. Сторонники теории заговора говорят, что это очередная бесстыдная ложь. Просто-напросто у русских не было ни одного действующего спасательного колокола, а две из их четырех мини-субмарин были заняты, зарабатывая валюту перевозкой туристов для осмотра Титаника. Лишь одна из оставшихся мини-субмарин была совместима с Курском, но ее аккумуляторы были настолько ржавыми, что она могла функционировать лишь 70 минут, что делало спасение невозможным. Сторонники теории заговора считают, что у выживших были бы шансы только в случае использования ЛР-5. Правы ли они? Могла ли ЛР-5 добраться к Курску и спасти кого-то из уцелевших? И правы ли были российские адмиралы, настаивавшие, чтобы ЛР-5 не выходила на помощь? Чтобы узнать это, мы попросили членов спасательной службы британского подводного флота тех самых, кто откликнулся на произошедшее с Курском провести учение. Эта субмарина опустится на глубину 120 метров, такую же, на которой погиб Курск. Лодку нужно будет найти с помощью аппарата с дистанционным управлением. Используя этот аппарат с камерами и другими сенсорами, мы можем обследовать затонувшую подлодку. Если необходимо, то расчистить люк от обломков и того подобного и подготовить лодку к эвакуации. Когда аппарат засек поврежденную субмарину и определил ее местоположение и расположение, настает черед ЛР-5. ЛР-5 должна подойти к субмарине и состыковаться со спасательным люком. Одно из преимуществ ЛР-5 ее маневренность и способность быстро опуститься с поверхности к поврежденной лодке. Естественно, опуститься она может на разумную глубину порядка 450 метров. Понял вас. Если готовы, можете открывать люк один. Когда ЛР-5 успешно состыковалась с подлодкой, уцелевших подводников можно перетаскивать на борт. Медленно и плавно. Ну как ты? Отлично, спасибо. ЛР-5 успешно справилась с задачей в условиях куда худших, чем те, что были в Баренцевом море, доказав, что смогла бы сработать и с Курском. Если бы кто-то уцелел и они продержались бы достаточно долго, мы могли бы вытащить их. Мы убедились в правильности последнего из аргументов, выдвигаемых сторонниками теории заговора. Если бы ЛР-5 была задействована достаточно быстро, она могла бы спасти выживших. Воспрепятствовав ее использованию, российские адмиралы уничтожили любые шансы на спасение. В то же время российские политики убеждали родных членов экипажа, что делают все, что в их силах для спасения их сыновей и мужей. Это была очевидная для всех ложь. Гнев и недовольство начали захлестывать родственников. Мы можем продолжать 57 долларов закрыты сейчас критерные панки у нас. Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? Когда Курск подняли, обнаружилось, что 23 моряка умерли вскоре после первых взрывов. Получается, что ложь властей могла быть тщетной и ни одна из систем спасения не могла быть задействована достаточно быстро. этого мы никогда не узнаем. Но мы знаем, что правда дала бы родным членам экипажа ощущение, что с ними обращаются состраданием и достоинством, которых они заслуживают. Мы подтвердили все четыре утверждения сторонников теории заговора. Причиной аварии стал подводный взрыв. Экипаж мог выжить лишь в течение недели. Уцелевшие не могли эвакуироваться самостоятельно, а российские адмиралы отказались от помощи спасателей НАТО. Ради сохранности секретов на борту Курска российское командование обрекло 23 моряка на гибель. Субтитры создавал DimaTorzok